Внимание! Правда ли, что теплицы в домах подвергнутся штрафам? Применение подобных сооружений объясняется весьма просто. Человек ставит его на своем участке, чтобы в не самых лучших природных условиях вырастить какую-либо сельхозяйственную культуру. Однако, теперь заниматься вращением некоторых культур позволяется далеко не всем и не всегда, как теперь выяснилось. Внимание! Если назначение земли в вашем домовладении не для использования сельхозутрасли, а, например, ИЖС, то готовьтесь к штрафам не менее 10 тысяч рублей, если кадастровая стоимость не определена, то штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей, а если определена, то от 0,5 до 1% от кадастровой стоимости земли. Часть 1 статьи 8.8 Кодекса административных правонарушений. Например, невозможна установка подобных конструкций на местах, предназначенных для индивидуального строительства. И если индивид приобретает дачный участок, на котором устанавливает ее или их в месте возведения жилого дома, ему следует сознавать, что грозит денежное взыскание. При принимательстве на своей земле на контроле. Возможные проблемы могут возникнуть у собственника, если он поставил сразу несколько подобных строений на своей земле. И их количество явно указывает на последующую реализацию всего выращенного. В этом случае взыскание на собственника будет существенно выше. Как избежать налогов? Многочисленные специалисты считают, что любая подобная конструкция, находящаяся на собственной земле, оформленная владельцем, освобождает его от возможных взысканий. Однако, от собственника требуется появление инициативы в решении данного вопроса. Помимо этого, в соответствии с требованиями налогового кодекса, капитальные постройки размером менее 50 квадратных метров, не используемые для предпринимательства, налогом не облагаются. С вами был юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Если было интересно, поставим лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал.